Золотая маска в Перми. На днях в наш город приедут эксперты национального театрального конкурса, чтобы на месте увидеть два спектакля, претендующих на престижную премию. Это постановки «Пермское море» и опера «Дон Джоан». Члены жюри побывают не только в привычных театральных интерьерах, но и в бассейне. Подробности далее. В эти выходные один из пермских бассейнов станет театральной площадкой. Здесь состоится показ экспериментальной постановки «Пермское море». Ее создали участники театральной компании «Нимхат». Это студенты пермских вузов. Спектакль заявлен на «Золотую маску» в номинации «Эксперимент». Формат «Пермского моря» обозначен как спектакль «Дыхание». Именно дыхание пловцов здесь станет звуковой основой. А в качестве текста будут звучать размышления о жизни, которые молодые артисты записали заранее. Но страх в моей жизни – это как бы не мотивация и то, что ее убивает. Для меня комфорт – это не отказывать себя в мелочах. Мне дом не ассоциируется с местом, он ассоциируется с людьми, которые вокруг меня. 20 марта в Пермском оперном театре на суд экспертов «Золотой маски» представят постановку «Дон Джуан». Сценография оперы Моцарта сложна и необычна. Солисты находятся рядом с оркестром, а на сцену выведены их масштабные видеопроекции. Оперу Моцарта поставил и по-своему интерпретировал режиссер Марат Гацалов. В числе основных тем – противостояние хаоса и порядка, старых традиций и их переосмысление в современном мире. По мнению режиссера, фигура «Дон Джуана» – это стихия, которую трудно загнать в какие-то рамки. Этого героя автор обстановки называет одним из ключевых мифов в европейской культуре. Это все фигуры нового времени, которые появились практически в одно время. Это Фауст, это Дон Кихот, Дон Джуан, Гамлет. Они запустили очень важные процессы в культуре. Они стали, эти герои стали в каком-то смысле такими, ну как сказать, проводниками в этом лабиринте сложной человеческой природы, понимаете. И, конечно, они важнейшие фигуры. И Дон Джуан – одна из самых важных. Пермский Дон Джуан претендует на «Золотую маску» в восьми номинациях. 20 марта оперу можно будет увидеть и в прямой онлайн-трансляции. Она пройдет на сайте Театрожди, начнется в 19 часов по местному времени и будет доступна в течение суток. Юлия Зыкова, Михаил Иситров, Телевизионная служба новостей.